Привет всем! С вами Игаль. И сегодня мы поговорим с Максимом Осачуком, крымчанином, историком, человеком, который участвовал как в событиях 2014 года, фронтовик, участвовал в рядах добровольческого батальона Айдар в Российско-Украинской войне на востоке Украины. И сегодня мы поговорим с ним про Крым, возможно ли было удержать Крым, невозможно ли было удержать Крым, о событиях на востоке Украины. Сегодня уже 6 лет продолжается война. И, конечно же, поговорим о недавно нашумевшем интервью с Гиркиным, более известном как Стрелков, о его роли и так далее. Максим, привет, приветствую тебя. Привет, рад видеть, дорогой. Как ты там поживаешь? Слушай, я эвакуировался из Индии после 2,5-месячного карантина, там, вынужденного. Вообще не планировал. Хотели раз в 5 лет выехать отдохнуть с ребятами, друзьями, активистами тоже. Но вот оказалось так, что реальность нам дала отдыхать почти 3 месяца. Ну, слава богу, все здоровы. Сегодня закончилась обзервация так называемая. Коронавирус они зафиксированы, сегодня уже гуляем по славному городу Киеву, все прекрасно, весна, я очень кайфую. Все-таки я бы не мог быть эмигрантом, знаешь, мне слишком не хватает родины каштанов, всего, о чем Янукович когда-то так поэтично сказал, помнишь? Ну да, ну не, для Индии ты как бы слишком, слишком белый для Индии. Ну да, я не загораю. Я не знал, что я не знал. Ну, кстати, про загорать. Вот давай вспомним Крым, ты же крымчанин изначально. Расскажи мне, в 2014 году, когда вся эта история с Крымом, буквально, чтобы далеко не уходить, не углубляться, но вот у тебя именно твои личные ощущения, не политические, а личные, какие были? Ты имеешь в виду, когда только стартанула оккупация в первые дни, да? Когда стало понятно, что все это идет в эту сторону, то есть там же то, что это будет оккупаться, было очевидно еще до так называемого референдума. Да, но вот понятие очевидности, оно очень менялось в этот драматический период, насыщенный событиями с конца ноября 2013 года до, там, апреля 2014 года. То есть, ну, после того, как Майдан в Киеве добился своего, Инукович сбежал, была там неделя, может быть, да, то есть 22 февраля он убегает, кстати, через Севастополь. И 27 числа входят русские военные, спецназ и захватывают центральный орган власти полуострова, это Совет Министров и парламент Крыма. Так вот, до 22 числа, да, мне казалось, что ситуация с не то, что даже аннексией, да, а началом каких-то вооруженных конфликтов в Крыму, ну, была крайне маловероятна. И потом, вот в период 22 февраля, 27 февраля, когда события менялись просто каждый день и соотношение сил было очень плавающим и вообще непонятно было, что ожидать, тогда казалось, что открыто много разных вариантов и реально от нашего участия в событиях зависит, какой будет реализован. То есть казалось, что мы тогда пишем историю и там даже какие-то простейшие действия, типа сходить на митинг или не пойти на митинг в Крыму, они влияют на события. А потом вдруг в 4 утра, знаешь, как 22 июня, 27 февраля в 4 утра я просыпаюсь от звонка товарищки-активистки и она мне сообщает, что неизвестные вооруженные люди без шевронов вошли и заняли центральные органы власти Крыма. Вот в тот момент, в то утро, я как бы, может быть, умом еще не понимал, но сердцем чувствовал, что довольно скоро придется валить. Или воевать, или валить. Одно из двух. А возможно, валить, потом воевать, как в моем случае. Вот как-то так. И я обычно рассказываю историю про вот это ощущение нестабильности ситуации, ощущение, с одной стороны, того, что ты как бы понимаешь, в каком месте и времени ты живешь. И почему это ощущение было настолько, знаешь, крыхким в украинском языке, есть слово, то есть ломким, легко ломалось. Я тогда работал в колледже при Таврическом университете, преподавал политологию и историю Украины. И я буквально там за несколько дней, может быть, как раз в украине 22-го числа, февраля, я вел пару у географов политологию, семинар. И думаю, давай-ка я сделаю в Украине революция, в стране решаются какие-то глобальные вообще вопросы. Давай сделаю семинар про что-то актуальное. Например, про ситуацию в Крыму, которая прогнозируется после победы Майдана в Киеве. Я разделил группу на три коллектива и говорю, вот я даю одному коллективу вариант на риторическую защиту, что Крым после успеха Майдана, его ситуация никак не изменится. Второй вариант, что местные элиты выбьют больше автономии по итогам противостояния между Симферополем и Киевом, потому что оно уже намечалось. Или третий вариант, значит, будет оккупация Крыма-России. Ну, то есть я его предложил просто, чтобы было три варианта для круглого числа, да, грубо говоря. И никто, в том числе и я, не взялся защищать в публичном риторическом противостоянии на паре третий вариант, что это казалось невозможным. Ну, как это, блин, черт возьми, после Гитлера, да, прямая территориальная аннексия в Европе, Будапештский меморандум, из-за которого Украина лишилась атомного оружия, да, блин, все международные гарантии защиты, мировой жандарм в виде США, вроде и Россия как-то, типа, пообтесалась и ведет себя, ну, там, понятно, что в Грузии был эксцесс, да, но относительно прилично в последних лет. И тут потом хуяк, простите, и через пять дней входят российские военные в Крым, да, уже открытое вторжение начинается, я понял просто, что прогнозы – это настолько, ну, спекулятивный жанр, что он имеет крайне малую прогностическую ценность, да, он, как бы, лучше не прогнозировать, лучше просто ориентироваться в эту ситуацию. То есть для тебя 22-й число был такой переломный момент? Ну, 22-й переломный момент в том плане, что было понятно, что Майдан одержал верх, что революция победила в Киеве, по крайней мере, а значит, она будет свои позиции усиливать и распространяться по регионам, с одной стороны, а с другой стороны, ну, было понятно, что будет сопротивление, потому что в любом революционном процессе всегда есть своя Вандея. Вандея – это провинция, если кто не знает, во Франции, которая в ходе французской буржуазной революции оказывала сопротивление якобинскому революционному правительству, да, с точки зрения старой аристократии. Хотя там и крестьяне участвовали, но это отдельно. Я-то понимал, что вот к этому идет, но, конечно, до 27-го числа у меня в голове не укладывало, что может случиться так, как произошло, вот честно. Хотя, знаешь, мы живем в мире, где президент США, сука, Дональд Трамп, и в мире, где президент Украины Владимир Зеленский. О чем тут вообще можно говорить? Мы живем в самой удивительной версии мультивселенной, да, если эту фантовую историю, типа, вспоминать. Ну, так-то да. Хотя, знаешь, вот насчет Трампа, я помню, в каком-то смысле это прогнозируемо было. То есть, ну, он не так сильно удивил, как, не знаю, удивил бы, если бы Бенни Сампес победил бы, например. Ну, да, это реально было бы мультивселенной. Я надеюсь, что в другой версии он и выиграл. Ну, может быть, может быть, да. Если взять эту вот теорию как задолженную, то да, где-то и Хиллари как бы у глазки, вот, а где-то и Холокосты не было, а где-то и России нет. Знаешь, многие считают, что и в нашей версии вселенной его не было. Ну, да, это известно. Укоротые персонажи, да. Смотри, Максим, я помню, мы с тобой говорили, и ты мне озвучивал версию, что Крым можно было бы удержать. А сколько ни сам Крым, а вот война на востоке, не началась бы, если бы тогда Киев оказал бы твердость и дал бы приказы войскам Украины. Там было около 20 тысяч военнослужащих в Крыму, войск Украины. Дал бы им приказ открыть огонь по российским войскам. Разные цифры называют от 10 тысяч до 18 тысяч. Ну, после того, как на «Зеленой человечке», там же, ты знаешь, участвовали, помимо морских пехотинцев, этих войск РФ, там в том числе участвовали и десантники, и ССОшники и так далее. И спецназ. И если бы им был приказ открыть огонь, когда блокировали их военные части и так далее, ты выступаешь с позицией, что можно было бы остановить вот тот весь кошмар, который есть сегодня. Шесть лет войны, почти 14 тысяч погибших, миллионы беженцев и так далее. Вот раскрою этот тезис, потому что мы с тобой это так, помню, обмолвились слово-слово. Раскрой его, потому что мне действительно интересно, и я вот считаю, что наоборот как раз. То, что командиры на местах в конечном итоге приняли решение не открывать огонь, этим они спасли ее очень многие жизни, потому что, ну, мое мнение, что там была бы бойня в таком случае. И вот мне поэтому интересно вот узнать твою версию как-то так вот больше, более глубже. Да, ну, я все-таки скорректировал бы свою версию в том отношении, что, вероятно, вероятно, война на Донбассе, если бы и случилась, то в случае организованного вооруженного сопротивления украинских военных оккупантов в Крыму имела бы другой характер и, возможно, не продлилась так долго. Я просто думаю, что, я, кстати, не только мое мнение, Bloomberg, например, это аналитическое агентство, еще в 15-16-м годах издало статью, где, в общем, описывалось, что Путин прощупывал границы дозволенного. И в Крыму он получил довольно четкий сигнал про то, что он сможет приобрести в свою копилку столько, сколько ему дадут, да. Крым он проглотил практически без боя. И мне кажется, что та часть пророссийских сил на Донбассе, которая искренне хотела в Россию и которая на ранних этапах этого конфликта, апрель, май, частично июнь даже 2014 года, раскачивала ситуацию на Донбассе, еще в ходе такого полу-гражданского конфликта, да. Она очень вдохновилась крымским кейсом, как сейчас модно говорить. То есть у этих людей было к чему апеллировать. Успешный опыт поглощения части Украины, там, русскоязычная, да, имеющая там некоторые местные особенности и присоединение к, как тогда казалось, довольно успешному в социальном плане государству. То есть, ну, если ты спросишь у людей, которые принимали участие в «Русской весне», как гражданских, если я подчеркиваю, да, то есть, ну, как у антимайдана идейного, такие тоже есть, это нужно говорить прямо, их довольно много было на комплектаре. Нет, ну, это очевидно, что есть идейные русскомирцы, есть идейные, ностальгирующие по Советскому Союзу, есть и просто украинофобы, ну, то есть, ну, понятное дело, есть. Ну, вот я к тому, что если ты у них спросишь, вы чего хотели, Донецкой, блин, народной республики или воссоединение своей любимой Россией, да, ну, конечно, они хотели бы в Россию, потому что в России не только там красные знамена, да, там повсюду на параде, а там еще и пенсии, и социалочки, вот это все. И, соответственно, этим вот ребятам им дали сигнал крымской истории, что если вы будете достаточно, как бы, настойчивы, то придет дядя Вова, с востока на танки приедет, и вас к себе присоединит, и будет у вас, как в Крыму, да, русский язык, печеньки, социалочка. И это был очень мощный, на самом деле, идеологический аргумент, который реально позволил людям выйти на баррикады и не ожидать, не ожидать, как бы, со стороны Украины жесткого вооруженного сопротивления. Слава Богу, к тому времени она уже раступлилась немного. И, насколько я понимаю, как бы мы сейчас не хейтили, там, знаешь, того же Арсена Авакова в Харькове, но, например, в какой-то момент с его подачи, захваченной антимайданом, и, возможно, уже частично российскими агентами Харьковской обл. администрации, была просто силой зачищена Альфа или кем, ну, каким-то спецназом украинским. В Крыму, мой пункт в чем состоит, я хотел бы подчеркнуть, не то, что я выступаю за бойны в Крыму, да, но если бы случилась хоть какая-то ответная вооруженная реакция со стороны украинских силовиков, пускай даже неудачно, на первые события захвата Крыма, то есть конкретно в идеале 27-28 февраля, когда уже вошли эти русские спецназовцы, скорее всего, кстати, переброшенные просто из базы под Севастополем, то есть это, скорее всего, не были человеки, которые прилетели, это, скорее всего, были ребята, которые сидели просто на существовавшей российской базе. Вот если бы в этот момент, их не было слишком много, да, был бы какой-то бой, ну, собрали бы 20 человек, два взвода Альфы, я думаю, что была такая возможность. И Турчинов говорил о том, что тогда, на тот момент, исполняющий администрации президента, что Альфа находится неподалеку от Семперополя, то, возможно, ситуация повернулась бы совсем другим боком, потому что есть кто-то из проговорился из украинских, можно, властьев, да, чиновников в свое время. Я, к сожалению, не могу найти, где это я читал или видел, но я точно помню, что кто-то из нескольких из них проговорился, что есть перехват радиопереговоров как раз вот тех дней, да, где рассматривался вариант отступления первых зеленых человечков из случае централизованной ответной реакции вооруженной со стороны украинских силовиков. И для меня это очень важный момент. Ну, смотри, Максим, как бы, с одной стороны, легко сейчас, как бы, после шести лет говорить, когда мы уже знаем, как развивались события, но если посмотрим на конкретику, что было тогда, ну, вот у нас есть 20 тысяч военнослужащих Украины в Крыму, мы знаем несколько вещей. Первое, мы знаем, что лояльными Украине оказались 6 тысяч человек, которые вышли потом на континентальную Украину, так сказать. То есть, ну, понимаем, что эти 6 тысяч, это не все комбатанты. То есть, там вышли и повара, водители, всякие пузатые офицеры, там, генералы и так далее. То есть, это, ну, из этих 6 тысяч, видимо, те, кто хоть как-то могли держать оружие в руках и сражаться, меньше, чем эти 6 тысяч. При этом, ну, группировка России, да, мы уже озвучили, по самым скромным подсчетам, от 6 до 18 там идут разные подсчеты, тысяч. Ну, естественно, это были как раз сам подготовленные и часто туда брошенные, это были не какие-то тыловые мальчики-призывники. Вот часто, мне тоже, не сами, часто подают вот Крым, как будто вот он бесплатно абсолютно свалился в руки России. То есть, там не было ни военных Украины, там не было митингов, ни крымско-татарских. Мне, кстати, были украинские митинги, которые... Ну, и все это было, все это было. Да-да, погоди, погоди, я просто к чему-то веду. То есть, были такие митинги и так далее. И помимо митингов и больших крымско-татарских митингов, которые выступали, да, со сохранения Крыма в составе Украины, в том числе были, ну, можно так сказать, боестолкновения между украинскими частями и РФ войсками, были обстрелы пограничников, зафиксированные случаи, были случаи штурма баз Украины, где использовали светошумовые гранаты и польбу воздух, российские солдаты, с угрозой, что они начнут стрелять напрямую. Были случаи использования злевого щита, когда прорывали кордон военных баз гражданские, а за ними уже входили туда зеленые человечки. И на вопросы украинских военнослужащих, почему вы не открыли огонь, когда на базу военную врывались, можно было вот такие вот, в интервью можно встретить такие ответы, как, например, как я мог стрелять в базу среди города, не мог же я стрелять среди города, где куча гражданских. Цитата прямая. Получается так, у нас есть 6 тысяч, из них те, кто могли действительно дать ответ, ну, скажем, тысяча или две тысячи, что-то такое. Ну, потому что у нас всегда каббатанты от вооруженных сил или от какой-то любой вооруженной массы это 30% в среднем. Допустим, у нас есть тысяча или две тысячи, кто мог так или иначе как-то ответить. Из них организованные, да, как ты сказал, там, может быть, в сотнями исчисляется на самом деле. И как мы можем это представить? То есть это какие-то локальные бои, то есть эти базы должны были просто ощетиниться, закрыться и не впускать к себе российских солдат. Но на практике мы видим обратное. Мы видим, что они не хотели боя. То есть когда туда входили российские солдаты, украинские солдаты часто говорили, или не было приказа, или мы среди города и у нас вокруг гражданские. То есть можно было бы сказать, что вот этот сценарий жизнеспособен, если бы у нас был хотя бы один или два стихийных прецедентов, когда действительно командиры на местах приняли решение, дали бой, но это казалось каплей в море, и их в конечном итоге передавили, перемололи в конечном итоге многочисленные российские войска. Тогда да, можно было бы говорить. Но реально трудно представить. Сценарий, который я представляю, что да, у нас есть... Сценарий, который я представляю, у нас есть несколько этих тысяч солдат, лояльные, готовые внулить приказ, и все-таки поступать приказ из Киева. Хотя мы знаем с тобой оба хорошо, что Киев тогда взял себя абсолютно неадекватно, обращался в ООН постоянно, чтобы ООН помог, спас. Обращался, кстати, к России, Россия премиарировала тогда обращение от Киева. Ну вот, мы фантазируем, что Киев в конечном итоге дает приказ от генералов до полковников, до майоров и лейтенантов на все уровни. И тогда да, мы можем говорить, ага, кто выполнил, кто не выполнил. Приказ был, вот, мол, эти не выполнили, они изменили присяги. Эти выполнили, вышли, не вышли, погибли, не погибли и так далее. При этом всем я уверен, что если бы такой приказ был, или командиры на местах решили сами, без приказа из Киева, это в конечном итоге вернулось бы бойней. Насчет то, что Крым вдохновил восток Украины. Смотри, тут, ну, как бы, есть некоторые сложности появляются. Во-первых, захваты областной администрации в Харькове происходили еще до аннексии Крыма. В Одессе тоже был случай, когда пытались захватить администрацию и вывесили там флаг России. Тоже это было еще до аннексии Крыма. В Донецке... Важный момент, важный момент. Аннексия Крыма стартует 20 февраля. По официальным данным Украины. Это официальная позиция, закон. Сейчас он выпущен, давно уже, кстати. 27 февраля фактически началась аннексия. Мы можем сопоставить события в Донецке и Луганске, и Харькове, и посмотреть на их интенсивность. Просто ремарка. Да, ну, смотри. Опять же, эти события, которые происходят во время событий, которые были в Крыму, но это еще до аннексии. То есть, те люди, которые проталкивали интересы России и в Харькове, и в Донецке, и в Одессе, они еще не знали, чем закончилась Крымская эпопея. И вполне, они не знали, как отреагирует Киев, или ООН, или мировое сообщество. И вполне ожидаемо, что если бы такой приказ был, и в Крыму началась бы бойня, наверное, в Донецк, в Харьков и так далее пришли бы не с цветами к ним. И в конечном итоге в Харькове, да, там зачислили в конечном итоге. При этом в Харькове, да, там, например, Аваков с Кернисом смогут договориться, но, опять же, мы все это знаем сегодня постфактум. То есть, Харьков, Донецк, Одессу и так далее, лихорадило уже до Крымской аннексии. То есть, как будут развиваться события в Крыму, неизвестно. Вот, и вот я пытаюсь влезть в калоши тех людей, которые принимали решения в то время, и подумать совсем не очевидно. Вот, допустим, если я выступаю какой-нибудь такой идейный русскомирец, мне совсем не очевидно, как себя поведет Украина. То есть, понимаешь, вот позиция, что если бы в Крыму показали зубы, опять же, это вопрос, как бы показали зубы, потому что, ну, мне трудно тоже это представить. С тем состоянием вооруженных сил и готовностью, которая там была. Тогда не было бы Востока. А не дало ли это обратный эффект? Что вот, мол, мандеровцы, фашисты, хунта, там, Газдеп, они силой пытаются вот действительно вот набивать русских людей, стрельба на базе военной, да, привела бы к гибели гражданских. Потому что это в городах многие базы были. Это, естественно, это, естественно, перекрутили бы, как специально вот военные, армия перешла на сторону бандеровцев, убивать гражданских. То есть, это бы использовали ровно так же, как использовали 2 мая в Одессе. Понятное дело, что до 2 мая уже были боевые действия. Кстати, 2 мая, еще до того, как произошел пожар в Доме профсоюзов, сбили два украинских самолета на Востоке. Гиркин и все остальные до этого пересекли границу еще в апреле. То есть, вот этот миф, что после 2 мая восстал Донбасс, ну, это бред как бы полный. Это пропагандистская концепция, да. Конечно. Так вот, не использовали бы такую пропагандистскую концепцию, в том числе и бойню в Крыму. Потому что у украинских, опять же, сил не было шансов. Слушай, не воспользовалась бы пропаганда тогда этим, что вот смотрите, даже армия пытается поддержать бандеровцев, вот какие-то были там офицеры бандеровцы и так далее. И это только подхлестнуло бы, чтобы вот так называемый проект Новороссии и так далее, еще в большем масштабе, в своем большем, да, в большем масштабе был бы начать реализовывать на Востоке. Смотри, давай договоримся про несколько пунктов. Первый пункт, мы все-таки обсуждаем сослагательное наклонение. То есть, как бы, мы говорим, что могло бы быть, мы теоретизируем, фантазируем, хотя реальность, как бы, ну, наша версия мультивселенной достаточно четко определена, по крайней мере, в этом пункте. Дальше. Для меня это все-таки в первую очередь работа над ошибками. То есть, очевидно, что если мы пытаемся влезть в шкуру того же Тручинова, Тенюха и всех этих лиц, которые принимали компетные решения в ситуации весны 2014 года, возможно, мы бы поступили так же, потому что по тем причинам, о которых ты говоришь. армия развалена, да, сил нету, да, ситуация очень непредсказуемая, это все понятно. Но мы же пытаемся просто думать над тем, как не повторить ошибок прошлого, для того, чтобы дальше двигаться вперед. И я стараюсь смотреть на ситуацию весны 2014 года в Крыму политически скорее. Вот ты как-то написал, я это часто цитирую, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Бойня началась на Донбассе в любом случае. Ну и как бы первые полтора года до войны, иначе никак не назовешь. А учитывая реальные последствия, уничтожение инфраструктуры, многомиллионные переселения, вот это все, что ты знаешь, ну это огромное поражение для Украины и огромная катастрофа для населения этого региона. Насчет 2 мая конкретно. Я глубоко убежден, я понимаю, что многим эта мысль не понравится и не нравится, что 2 мая остановила распространение сепаратизма и пророссийского лоялизма в Одессе. Насчет пропаганды и разных явлений из области надстройки, то есть из области политики, пропаганды, агитации и так далее. Я думаю, что пропагандистским можно обосновать все, что угодно. задним числом. Это знаешь, кто говорил, фон Кляус здесь, по-моему, что и Бисмарк якобы сказал, не проверял стату, не знаю, но вот с ним связываю, что сначала мы захватим ваш кусок территории, а потом историки придумывают, почему он всегда был нашим. Я думаю, я глубоко убежден, для меня главный вообще урок 2014 года, я очень повзрослел, я продолжаю в этом рефлексировать, что в кризисные моменты, когда общество погружается в хаос, надстроечные явления, типа там культура, политика, даже экономика отступают на задний план. На передний план выходят такие качества, как сила и решительность. И, опять-таки, это может быть не слишком анархистская мысль, но сила и решительность государства в первую очередь. очевидно, что Украина в Крыму потерпела поражение при тех параметрах военных, которые мы обсудили. Очевидно. Но уйти из этого региона без боя, сдать ситуацию полностью, позволит врагу почувствовать свою силу и дать сигнал внешним силам о том, что Украина не готова, по крайней мере, сейчас бороться за свой суверенитет, это, по-моему, гораздо хуже. Даже если бы эта ударная сила, которая попыталась бы выбить спецназ ГРУ или России из парламента, проиграла бы, даже если бы у нее случились большие потери, то мы бы показали, что мы готовы стоять за свое. Но мы этого не сделали, к сожалению. И в том числе поэтому, да, мне кажется, на Донбассе началось то, что началось. Смотри, Максим, ну, ладно, я понял твою позицию. То есть, понятно, да, я не спорю с тем тезисом, что нужно давать сдачи, и если показать зубы, это может как бы умерить аппетиты, особенно если речь идет о таком абсолютно беспринципном игроке, как Российская Федерация. Но надо же не забывать, что армии у Крыма не было, состояние в Крыму было плачевное, это даже этим словом трудно описать вооруженные силы. Поэтому тут, как мне кажется, по-прежнему все очень неоднозначно, но пусть каждый останется при своем мнении. Ты лучше расскажи, что ты думаешь насчет ситуации сегодня, уже 6 лет прошло, тем более ты фронтовик, ты воевал и там ни день, ни два и ни один месяц ты там был. И интересно твое мнение после 6 лет. Я не думаю, что ты реально представлял 6 лет назад, ты в 14 году ушел на фронт? Да, да, в 18 лет назад. 6 лет назад, в 14 году, когда ты ушел на фронт, я уверен, что ты не представлял, что через 6 лет будет так же, все, фронт, гибнут люди, ежемесячно по 10 и более человек, гражданский, недавно женщина на мини подорвалась, украинка, кстати, на российской мини подорвалась, потеряла ногу, ну то есть постоянно, да, сотни тысяч прошли через фронт в Украине, что там от 350 тысяч до полмиллиона фронтовиков, причем 350 тысяч это официальная цифра тех, которые получили УБД, у нас миллионы переселенцев, у нас огромное количество оружия, которое наводнило общество украинское нелегального оружия, абсолютно никем не подсчитано, у нас куча людей с посттравмой, тоже никто никак не пытается это как бы заниматься, все это пущено на самотек, у нас огромное количество раненых и так далее, то есть такая страшная просто рана кровоторчащая как бы на теле Украины, которая и так экономически, ты знаешь, политически и так далее, мягко говоря, не самая удачная страна. Как ты рассматриваешь ситуацию сегодня именно с этой перспективы фронтовика, который 6 лет назад лично рисковал жизнью за свободу демократии в Украине? Ну, я думаю, что эта история пришла к единственно возможному заключению, к фактической заморозке конфликта. И несмотря на все усилия нашего нынешнего президента, я думаю, при самом оптимальном для Украины сценарии оно в таком состоянии останется. Я смотрел все-таки, уж простите, интервью с Гиркиным внимательно, потому что мне кажется, своего врага нужно знать и несмотря на мотивацию Гордона, зачем он это записывал, я не знаю, есть разные версии, но я много оттуда почерпнул интересных наблюдений. И в частности, я согласен с этим человеком в том, что вернуть Донбасс и Крым Украине может только распад Российской Федерации. Никаких других сценариев для того, чтобы вернуть свои территории на своих, что очень важно, условиях, не на условиях агрессора, в рамках независимого суверенного курса украинского государства. Нет. То есть наша политика должна сейчас быть связана с тем, чтобы укреплять свои восточные рубежи, укреплять армию дальше, строить экономику. И очень важный момент, это прямо то, на чем, мне кажется, все активистские силы должны делать акцент. Мы должны способствовать максимально революционным процессом в России, внутренним брожению в России, подготовке коллапса России, подготовке внутреннего взрыва в России, потому что это будет наш момент истины, наш звездный час. Когда... Смена власти в Кремле ты не рассматриваешь. Ну, смена власти в Кремле может быть для нас полезна, я думаю, будет полезна, поскольку в ходе этой смены власти начнутся брожения, да, между башнями Кремля, например, потом между олигархами и разными фракциями нынешней вертикали, так называемые. То есть, в этот момент, момент смуты, есть хорошее русское слово смута, она в России случается по историческим циклам где-то там раз в столетие, бывает чаще, бывает реже, но в среднем. Вот момент смуты, когда во дворце в Кремле хаос, этот хаос в авторитарных политических системах он передается на все уровни, сверху вниз. Вот Ленин, да, верхи не могут, не случайно сначала верхи не могут, Ленин русский революционер, потом уже все остальное. Вот в этот момент мы должны, имея хорошую, сильную армию профессиональную, быть готовыми к молниеносным операциям. Но я считаю, что этот момент нужно готовить, в том числе политические, в том числе занимаясь налаживанием мостов с теми элементами в российском обществе, которые симпатизируют Украине и готовы бороться с Путиным за нашу общую свободу. Да, других вариантов, честно говоря, по крайней мере по положению сейчас, других вариантов возвращения Донбасса и Крыма мне сложно просто себе представить. Смотри, Максим, насчет заморозки конфликта. Не знаю, следили за отчетами ОБСЕ плюс сводки с фронтов. При Зеленском просто начали в СМИ про это меньше говорить. Но если ты посмотришь на отчеты ОБСЕ за 2019 год, погибших за год, интенсивность обстрелов фактически не поменялась, как это было при Порохе когда-то. Не то, что я сторонник Порошенко, даже вообще и близко не приближаюсь, или сторонник Зеленского. Но, смотри, один был у нас в одежде ястреба, другой в одежде голубя. Это не секрет. Они так выстраивают свою политическую адженду и дипломатию в том числе. Ну, это видим даже на народной арене. Ну, и внутренней политике, естественно, тоже. Но при этом интенсивность боевых действий, которая связана с обстрелами со стороны России и ее прокси, это вот первый, второй корпуса, Донецкий, Луганский корпус армейский, которые напрямую подчиняются. Кремлю, кстати, тот же Гиркин, который ты упоминал, его он сам не отрицает, полковник ФСБ. Ну, и это, в принципе, с этим сходятся все военные эксперты, в том числе Институт изучения войны США, один из самых компетентных независимых институтов военной аналитики вообще. Так вот, интенсивность не понижается. Новая власть, которая находится в одежде голубей, ну, в силу того, что хотя бы обещания такие были, да, не стрелять и так далее. Обратите внимание, что летом, когда, прошлым летом, 19-го года, когда только Зеленский пришел к власти, штаб ОС не все обстрелы докладывал, которые происходили. То есть, в ОБСЕ было больше, больше информации об стрелах, чем официальной информации от вооруженных сил Украины, потому что была установка от главнокомандующего с президента Зеленского. Естественно, пытались все очень сильно причесать как раз к встрече тогда в Нормандии. То, что Украина не стреляет и так далее, и так далее. То, что боевых действий нет. То есть, мы не говорим о боевых действиях, мы не говорим об стрелах, но их как бы нет. Но люди погибают, обстрелы идут. Ничего не вижу, ничего не слышу. Да-да, классическая вот эта вот картинка с тремя обезьянами. В 2020 году, обратим внимание, что, кстати, перед Нормандской встречей и Львов во время ее или после нее, но обещали к концу 2019 года перестать стрелять вообще. Но с начала 2020 года не то, чтобы уменьшилось количество, осталось точно таким же. То есть, у нас по-прежнему каждый месяц бибнет тоже количество солдат. То есть, в среднем от пяти до пятнадцати между и двумесячно тоже количество раненых, даже количество обстрелов. Происходят крупные операции, как, например, полтора месяца назад было наступление, два месяца назад было наступление крупное, ну, крупное относительно 2020 года и ситуация на фронте сегодня. На Востоке, там, где Украина потеряла высоту, солдат погиб, остался на территории, погиб солдат, остался на территории захваченной. И даже вот недавно, буквально, я читал сводку, буквально дня четыре назад были опять обстрелы со стороны РФ и ее прокси, и такие массивные массированные обстрелы, то есть, там, повзрывались в склады, то есть, раненые люди и так далее. Просто об этом не пишут СМИ. Кстати, вот насчет СМИ, когда было вот это вот наступление, где Украина потеряла тогда вот ту высоту и погибшего солдата, который оказался на территории врага, они написали тогда в BBC, ты помнишь? Ну, это невозможно было обойти мимо и все СМИ об этом написали, в том числе BBC. Так вот, два дня после было еще одно наступление, про которое, по-моему, только какое-то одно украинское СМИ вскользь упомянуло. Остальные все просто промолчали, помню, на громадской не было информации об этом, например. То есть, реально есть вытеснение с инфополя, при этом сам конфликт не заморожен, он продолжается. обстрелы, гибнут люди, как я уже упоминал до этого, вот, недавно женщина взорвалась на российской Мини. Ну, я скорее, когда я говорил про заморозку конфликта, я имел в виду не то, что боевые действия полностью не ведутся, а то, что ни одна из сторон на данном этапе не способна изменить ситуацию в свою, как бы, пользу. и мне кажется, эта история тянется примерно с конца 15-го года. То есть, как бы, глобально она не менялась с тех пор, а уже прошло, ну, сколько, 4 года. Максим, погоди, а тебе не кажется, что Украина, да, ситуация не меняется ни в чью пользу, пользы Украины нет, потому что Украина не может пойти напрямую конфронтацию с Российской Федерацией, у нее нет шансов. Я об этом об этом говорю. Ну, да, но со стороны России все происходит именно как она и хочет. То есть, она хочет, чтобы была кровоотлочащая рана. Да. Это во-первых. А во-вторых, полигон, где можно обкатывать свои войска, своих офицеров, командный состав и оружие на живых мишенях, на украинских. Да, да. С помощью, да, лаборатория постоянной боевой подготовки, первый, второй, Донецкий, Луганский корпуса. То есть, со стороны России мы видим, что все очень идет по плану, на самом деле. Кстати, бывший советник Путина и Ларионов именно так это и считает. Он и говорит, что Донбасс Путин не собирается отдавать, он ему нужен именно вот такой вот, как кровоточащая рана, которая торчит избоку Украины. Как один из рычагов Института заключения войны, который я упоминал, он это как раз называет одним из геополитических рычагов давления России и Украины. Очевидно, очевидно. Это рычаг влияния, конечно. Я бы сказал, продолжая аналогию с кровоточащей раной, это даже не рычаг влияния, это кусок кости влияния, который торчит из тела Украины. Да, погоди, так вот смотри, Максим, у нас получается так, что тут не близко, не заморозка, даже не в том смысле, что каждая страна не может добиться своего. Украина не может, а Россия добивается еще как того, чего она хочет. То есть, правила, игра продолжается, и она продолжается к правилам России. Ну, для меня это вопрос о том, что мы реально можем сделать. Я боюсь, что в этой ситуации мы конкретно с Донбассом без тех условий, о которых говорил выше, то есть, без внутренних проблем в России серьезно, которые вызовут дезинтеграцию хоть какого-то уровня. Мы с этим Донбассом сделать ничего не можем. В лучшем случае, и вот тоже очень важно, мы можем его не брать в Украину в нынешнем состоянии. Я считаю, что если нынешние ДНР, ЛНР, да, даже на правах автономии широких вернутся в Ставу Украины, это будет крест на всех достижениях, по евроатлантической интеграции, по реформам, потому что Россия получит прямой политический, уже не обосредованный, а прямой политический рычаг влияния, допустим, на ситуацию в украинском парламенте. По минским соглашениям, ты знаешь, должны быть представители в центральных органах власти. Вот это прям для меня негативный сценарий. Есть еще сценарий более-менее нейтральный. Хорошего сценария нет. Нейтральный сценарий, да, это сохранение ситуации в нынешнем состоянии. Ну, я бы хотел, чтобы меньше лилась кровь. Но, как ты, опять-таки, правильно указываешь, это не в нашей власти, это как бы российская стратегия продолжения конфронтации, пускай уже там и не в масштабах 2014-2015 года. Я бы в этом плане говорю о том, что у нас сейчас нет способности решить эту проблему. И поэтому нужно думать политически и стратегически, как глобально выгнется эту ситуацию. военного пути решения комплекта нет. Ты же понимаешь, что как только мы начнем некую освободительную операцию, даже если мы к тому моменту прокачаем армию, на второй же день войдет снова Кантемировская дивизия и вторая в мире по военной мощи потенциалом армия на территории Украины. мы все знаем кто-то. И тот же самый Гиркин он так и говорит, что если бы не Россия, как только Украина получит контроль над границей с Ростовской областью и с чем там еще, через неделю эти гангренные образования перестанут существовать. Но у нас нет контроля над границей. Это очевидно. Здесь полковник включает капитана. Так что я стараюсь опять-таки это в принципе я вот перешел из военного поля, военного мышления в конце 15-го года, когда я мобилизовался. Мышление такое более политическое. Мне кажется, что нужно искать пути решения войны, пути закончения войны, пути достижения успеха в военном конфликте невоенными средствами. Вернее, не только ими. Да, нет, это очевидно. я сам являюсь противником военного решения конфликта, то есть возвращения оккупированных областей силой, ну, просто потому, что брать силой город-миллионник сегодня, ну, это огромный жертв, нереальный. И со стороны украинских военнослужащих, и мирных граждан, и граждан Украины, и так далее, и так далее. Вот. Но, с другой стороны, если Россия действительно, да, перестанет поддерживать первые и вторые корпуса, выведет инструкторов, боевиков, финансы, капитал, оружие, и так далее, то все боевики сами разбегутся, рассыпятся. потому что, ну, нужно, ну, ну, что-то есть, на чем-то содержаться. То есть, все эти 600 танков, артиллерия, да, эти 50 тысяч человек в двух корпусах, да, кто-то должен всех, как бы, снабжать, кормить все эти системы, системы поиска, обнаружения, радары, и так далее, и так далее. То есть, понятное дело, что без помощи России все это само рассыпется, и, так называемые, республики сами попросят обратно, как бы, состав Украины, ну, чтобы просто не превратиться в какие-то, не знаю, квази-бандитские совсем уже какие-то там клавы с полным хаосом разрухой. Это очевидно. Смотри, мы не просто так с тобой сейчас вот так и говорим по интернету, да, мы с тобой не вживую же встретились. Ну, сейчас у нас в мире эпидемия, да, у нас ковид, и, я, кстати, не знаю твою позицию насчет эпидемии, там, ты там, ковид-диссидент не диссидент, не знаю, ты пострадал лично в том смысле, что не смог в Украину вернуться и лишние деньки просидел. Да, просидел на берегу и горя. Да, но обрати внимание, что сейчас Россия вышла на второе место в мире после США. Смотри, Максим, не секрет, что в России вся экономика строится на ресурсах, то есть у нас нефть, газ, это основное, и Россия сейчас на втором месте после США, и по количеству выявленных людей, которые заболели коронавирусом и так далее. Экономики сейчас полупарализованы. И я что хочу сказать? Я хочу сказать, что Сирия, там почти закончился уже конфликт. Он не то, что закончился, но он просто в таком состоянии, где там уже особо не развернутся Россия. Она даже уже в Рожаве там патрулирует вместе с турками, патрулирует и так далее. Идлиб, там договоренности с турками у них. Африка, Ливия, это все мы не рассматриваемся всерьез. Грузия и другое постсоветское пространство, страны Балтии мы не рассматриваем всерьез. Остается только восток Украины, потому что это самая удобная штука. Там конфликт идет, горячий. Вот только вот сейчас полковника из Луганск-1, который командир 2014 года, погиб на мине, подорвался на российской мине. То есть постоянно гибнут люди, постоянно гибнут офицеры тоже. Там недавно тоже вроде бы майор что-то такое вот тоже ЗСУ погиб неделю или две назад. И любые ситуации в России с экономикой, коллапсом, депрессией, рецессией, деградацией и так далее в первую очередь скажутся на Украине. Ты знаешь, если будет действительно падение, а там уже происходит падение уровня жизни в России, самое лучшее будет это пойти защищать русских людей, где русских людей опять тебя обижают. Не знаю, в Харькове людей русских обижают, где-нибудь еще. Вот, что ты думаешь по этому поводу? Я историк и стараюсь смотреть на процессы с точки зрения истории. И ну, понятно, что это довольно как правило смелое такое упрощение, но очень много полезного материала для анализа современных событий нам может дать погружение в вкладе исторических знаний. И как ты помнишь, российское государство, обе две первые русские революции в 20-м столетии случились под прямым влиянием внешних войн. Первая русская революция 5-7-го года после абсолютно тотального и бездарного проигрыша в русско-японской войне по факту. И вторая, ну, соответственно, на фоне трагедии мясорубки Первой мировой войны. Соответственно, я думаю, что когда Россию прижмет как следует, они скорее всего будут пытаться канализировать недовольство своего населения на внешние источники угрозы, как Путин говорит. И да, я думаю, что, наверное, Украине достанется. Но опыт показывает, режим в такой ситуации долго не стоит. То есть он, конечно, может пойти на очередную маленькую успешную войну, но по итогам это скорее скажется негативно на внутриполитических процессах в России. И нам просто нужно быть к этому готовыми. Ну, вот как ты сам скажешь, как бывший военный офицер, если начнется новая мясорубка на Донбассе, сейчас мы готовы к ней или нам нужно как-то радикально менять подходы к Араме? Потому что для меня главное сейчас это просто выстоять в случае пиздеца. А то, что пиздец начнется в самой России и возможно она его захочет перенести на внешний рубеж это для меня очевидно. Смотри, ну ты знаешь, все познется в сравнении в этом мире и сравнивать с 2014 годом естественно несравнимое как бы есть качественные изменения в вооруженных силах Украины. Но, если говорить однозначно и конкретно, в прямом противостоянии с Российской армией Украины шансов нет. Да, возможно первопобеда для России. То есть можно нанесить действительно большие, страшные. То есть у ЗСУ плюс есть добровольческое большое движение, есть огромные пяти страдей, которые прошли через фронт. В целом украинцы настроены вполне патриотично защищать свободу и демократию. Даже в каком-то смысле всплеск патриотизма и пассионарности может быть больше, чем в 2014 году. Ну так как есть все-таки какой-то бэкграунд уже. Это может показаться неочевидным вроде бы, как будто идет такая тихая реакция казалось бы. Но мне кажется, что есть такое чувство, но ты знаешь, есть дофигища ветеранов, которые просто ждут. И опять же, люди, которые прошли через фронт это сотни тысяч. Это целый срез в обществе. Помнишь, когда-то в начале века ты упоминал русские революции и так далее, всегда создавали советы солдатских депутатов, всякие красные гвардии и так далее, черные гвардии, всякие союзы военных и так далее. Потому что военные были целым социальным пластом. И в Украине это уже социальная группа отдельная. То есть нельзя сказать, что это какие-то маргиналы, какие-то там правые, какие-то националисты, какие-то это. Это упрощение, это глупость, это не соответствует реальности абсолютно. То есть эти люди просто не понимают, о чем говорят. Военные люди в Украине, фронтовики, ветераны, это целый срез общества. То есть игнорировать его, то есть это, ну, это просто не смотреть правду в глаза, это прятать голову в песок. И, но, опять же, я не как бы вышиватник и не уропатриот и не люблю как бы какие-то, знаешь, ты знаешь, выдавать желаемое за действительное. Если будет прямое столкновение, у Украины нет шансов. Да, нанести сильные потери могут. Да, могут нанести такие потери, что потом Россия может быть уже и не оправиться от них. Но большой еще вопрос, оправится ли Украина после таких потерь. Не забываем, что экономика Украины на анти уровне. Институты государственные, их подушка безопасности вот этих институтов и экономических структур на анти уровне и так далее. Вот. Но если ты уже упомянул, да, вот, да, вот, что я думаю, как военные, смотри, я просто объясню, откуда у меня эта тревога идет. Меня в военной школе, в офицерской школе, научили, что если есть вероятность хотя бы одного процента, нужно трубить в набат тревогу. Пусть потом на тобой смеются, пусть потом на тобой говорят, что ты аллормист и кричал волки-волки и так далее. И хорошо, это твое время будет, ну, как тебя засмеют. Но нельзя ни в коем случае давать вот этому шансу, что ты его не предвидел. Будешь не готов, да. Смотри, я помню до событий, когда Россия напала на катера, которые шли в Азовское море и захватили катера, моряков тогда. Там же, по сути, был маленький бой, потому что там вертолетами обстреляли эти катера, открыли огонь. То есть, катера не открыли огонь в ответ украинские, но по ним вели огонь, то есть, это бой во всем смысле этого слова. Причем, под уже знаменами Российской Федерации, никакие тут, никакой вуали, открыто Российская Федерация нападает на флот Украины, то есть, ну, прямая агрессия военная. Так вот, до этого случая я помню, алармил, так же называется, что будет столкновение между Россией и Украиной. И говорили, ой, и Галь там кричит волки-волки, фигня и всякое такое. И в конечном итоге, бац, действительно под флагами, то есть, поднимают вертолеты, боевые вертолеты России над морем, несутся, открывают огонь по катерам, катера берут на таран, идут на таран, вы помните, что видели, где на таран там шли катера, да, захватывают их. солдат, моряки, матросы ранены, одному там пальцы порубало, там что-то такое вот в плену, ну и так далее. Ну то есть, прямые боевые действия. Я помню, тогда два человека даже мне потом написали, извинились, сказали, что вот да, и Галь, мы там не воспринимали это всерьез, но да, ты оказался прав, ну и стали, видимо, более присматриваться к тому, что я пишу. Смотри, если ты помнишь у Стругацких братьев в книге «Трудно быть Богом», хотя нет, нет, ошибаюсь, не в «Трудно быть Богом», это в цикле про Максима Кеммерера, там помнишь, такой был персонаж «Странник», он произносит интересную очень вещь, это сам «Странник» это очень однозначная личность, там неоднозначно положительная, но он говорит, если запахло серой, мы должны предположить все, что угодно, вплоть до того, что завелся черт. Если потом оказывается, что это какие-то там были, ну вот, не знаю, газы, да, вот какие-то флуктуации, какие-то там, вот, не знаю, что-то произошло, ну, научно объяснимое, а мы предположили, что это черт и наладили производство святой воды в промышленных масштабах, пусть над нами потом смеются, но нам не простят, если мы ошиблись. Знаешь, по этому поводу, нас военных обучали. Я вставлю ремарку одну, если вы понимаете, о чем я, в украинском Кабмине уже давно пахнет серой. Да, это точно. Но, конечно, в итоге, то есть, я полностью принимаю этот факт, что буквально вот все, мы с тобой закончили диалог, и весь этот год будет мир, и дружба, жвачка, и следующий год будет мир, и потом, и все эти вот мыши-братья, и вся эта хрень, все это будет, и пусть над одной смеются, и так далее, и над другими военными смеются. Я не единственный военный, кто это говорит, и есть люди более компетентные, и более выше, чем я, кто находится, это говорят. Пусть смеются, но нам не простят, если мы не будем про это говорить. Нам не простят, потом спросят, к военным аналитикам, в первую очередь, обратятся, где вы были, почему вы про это не говорили. Знаешь, я написал немало уже текстов, например, про территориальную оборону, они очень хорошо разошлись, там огромное, большое количество было просмотров, их репостили всевозможные, всевозможные другие ресурсы украинские. И то есть я свое слово сказал, например, в этой области, и не раз. То есть уверен, что те, кому надо было видеть, увидели. Дальше, что-то сделают, не сделают, мы, ни я, ни ты, я как военный инструктор, ты как фронтовик, мы не на том уровне компетентности, чтобы чтобы на повлиять, ты сам понимаешь. Да, конечно, да. Вот. То, что не повлияли, это уже не наша проблема. Это потом будет уже, ну, народ спросит у власти. Но когда спросят у нас, почему мы молчали, не говорили, нам нечего будет ответить, если мы действительно молчали. Поэтому молчать нельзя, даже если есть вероятность 1%. Ну да, я согласен. Смотри, кстати, после того, как ты говоришь, конфликт на востоке Украины превратился в такую велокотекущую фазу, хотя, опять же, я тут могу во многом поспорить, насколько он велокотекущий, на Западе, опять же, самые компетентные военные аналитики оценивают вероятность прямого столкновения России с Украиной от 1 до 3%. Даже 1% это много, но 3% это огромная вероятность. Да, это много, это реально много. Представь себе, что в течение определенного, вот там, год, два, три, может такое произойти. При этом, как ты знаешь, любые конфликты, особенно сегодня, в 21 веке, происходят из-за цепочки обстоятельств, непредвиденных. Даже в 14-м году, в конечном итоге, это были целая длинная вереница обстоятельств и событий. Когда в апреле вот это Безлер, Гиркин и так далее захватывали города, могли ли они предсказать 2 мая в Одессе и к чему это все приведет? То есть, это только одно звено из огромной цепи. Поэтому, когда мы говорим про события, которые сейчас могут развиваться, никто не хочет войны, понятное дело. В Кремле, я думаю, там тоже, их устраивают именно вот эта гниющая рана. Никто не хочет прямой конфронтации с Украиной. В том числе, ее в Кремле не хотят. Там хотят именно вот это состояние, которое есть. Но может произойти цепочка событий, которая ломает правила игры и которые ни Банковая, ни Кремль не ожидали, не рассматривали. И вот я, как воеда, указываю, что нужно бояться этой цепочки, чтобы произойти этих событий. И вот ковид и карантин в России, экономический кризис и так далее, падение уровня жизни и все, что с этим связано, это вот еще одна та соломинка, которая вот падает на вот эту чашу, которую можно перевесить в сторону конфронтации, витка боевых действий или любого другого кошмара. Это надо учитывать. То есть не учитывать это, это попадать голову в песок. Я бы сказал, чтобы немного закруглить эту нашу тему, вернуть ее к исходному пункту. Очевидно, отказываться от возможности большой войны, пускай даже снова локализованы в пределах Донецка, Луганской областей, но просто глупо, потому что у нас под боком, черт возьми, Россия. А Россия это государство, от которого хрен пойми, чего вообще ожидать. И да, поэтому однозначно нам нужно просто быть готовым к любому сценарию. Но важно еще то, что в случае начала прямых боя столкновений, которые будут в свою очередь скорее всего следствием, как ты говоришь, некого кризиса в самой России и попыткой перенести ответственность наружу за пределы государства, мы, конечно, не продержимся в прямом столкновении с российской армией, но мне кажется, очень важно продержаться как раз вот тот критически необходимый кусок времени, будь то неделя, месяц, полгода даже. Сдержать врага максимально, не уступить, если получится, не пяти земли, для того, чтобы внутренние центробежные революционные процессы в самой России достигли такой точки, когда армия у них сама распадется. Она распадалась неоднократно, она как бы гнила изнутри. и даже это все новое дворянство пресловутое, русские силовики, военные ФСБ, когда трон зашатается, они начнут бежать, как крысы с корабля. И в этом и сила, и слабость вертикальных политических систем авторитарных, что когда вождь вдруг показывает слабину или умирает, или когда его смещают, когда верхушка пирамиды начинает трескаться, эти трещины идут до самого ее основания. И монолитная вертикаль, кремлевская стена, которая оказалась незыблемой, может обрушиться в любой момент. Нам просто нужно быть тупо на военном уровне и на уровне общественной мобилизации готовыми к тому, чтобы продержаться в момент, когда трещины уже пошли, но основание стены все еще стоит ровно. И это, конечно, в первую очередь вопрос о нашей армии и ее потенциале. А так мы даже близко не выдержим в случае хорошей ситуации социально-экономической в России прямое столкновение. Ну, блин, черт возьми, вторая военная машина мира, одна из глобальных держав, пускай не сверхдержава, как снится Путину в розовых снах, и беднейшее государство Европы. Ну, конечно, о чем розовый Европа. Я думаю, тут мы с тобой согласны вообще в каждом. Так-то да. Ну, нужно не забывать еще как бы и граждан в Украине, которые, скажем так, вот со своим видением ситуации и политического будущего Украины, я имею в виду Медведчуки, Шарри и все остальные, все это братья. Пятая кого? Этих тоже забывать ни в коем случае нельзя. Очевидно. Прямые враги Украины они даже не скрывают очень часто. Если там с Медведчуком говорить и так далее, то есть этот человек даже близко не скрывает враг Украины. Они пытаются даже мимикрировать или как-то по-другому себя вести. Ну, ясно. Ну, такой у нас пессимистичный разговор получился на самом деле, если честно. Ну, будьте реалистами, смотрите на вещи критические, требуйте невозможного. Это как анекдот, помнишь, там вот пессимист учит то, этот учит то, а реалист учит автомат Калашникова. Да, но это никогда не помешает. Это, знаешь, та машинка, которую имеет смысл уметь разбирать и собирать. Я помню военные, один из военных аналитиков западных, знаешь, который, как и все западные военные, русофобия, всякое такое. Короче говоря, рассказывает про автомат Калашникова и говорит, я всегда взял бы с собой R-15 или любые другие западные системы, любую боевую точку мира и так далее. Но если бы меня послали бы говорить куда-нибудь в ад или куда-нибудь туда, я бы взял с собой Калашников. Мне кажется, да, тут на посредственном пространстве все как бы катится, да, в какие-то самые нехорошие дебри. Поэтому, да, надо быть реалистами. Да, и тренироваться, учиться военному делу, так что проект, который вы реализуете в Киеве, вообще в Украине украинская оборона это очень полезная инициатива. Да, да, у нас ребята в ЗСУ есть как и кадровые военные, так и резервисты, то есть так и в террабороне тоже и так далее. Ну да, а как по-другому-то, то есть я не представляю себе. Мне трудно представить, как это может по-другому быть. Самый минимум, который сейчас может сделать сознательный гражданин Украины, это как минимум терраборона, минимум записаться. Я уже не говорю там контракт ЗСУ и все остальные вещи. Но это как бы строгий минимум. То есть какие-нибудь вышкилы, а потом после этого ну вышкилов хватает в Украине, там сотни. Слава Богу, эту систему мы построили. Ты знаешь, насчет коллектива и какой-то базовой подготовки, это очень важно в том числе психологически, потому что я просто хорошо помню климат, да, психологическую атмосферу 14-15 года на войне тоже в первую очередь, когда ситуация была очень нестабильна, когда казалось, что вот-вот начнется полномасштабное наступление и это будет уже не полупартизанская война, где добропаты там пытаются сдерживать, плюс формирующиеся по факту заново военные силы пытаются сдерживать врага. И тогда вот я очень остро чувствовал, что я могу опереться на свое подразделение, с которым я ем, сплю, с которым я хожу в караул, с которым мы ездим на задания. Я верю в каждого из них, я знаю, что я подстрахую их, они подстрахуют меня в случае чего, и вот это ощущение коллектива, такая базовая солидарность человеческая, она в кризисные времена очень важна. Поэтому даже если даст бог не пригодится, то заниматься такими практиками можно и нужно хотя бы для того, чтобы упреплять коллектив, связь между людьми. Нет, да, понятно. При этом как бы никто не забывает тот момент, что милитаризм это полная срака, пардон, как бы, вот, ну и война это сейчас самое страшное, что человечество происходит и бывает. Ну в этом плане я убежден, антимилитарист, то есть если остановить войну можно мирными способами, нужно все для этого делать. Все максимально дипломатические механизмы, возможности, гражданское общество и так далее. Но Украина просто не Швейцария. То есть, ну, от слова совсем. И не будет ей как бы. А от слова пока. Я шучу, но будем надеяться. Да. Ну то есть, как бы, да, то есть когда у тебя под руком и милитаристская фашистская империя, такая как Россия, которая абсолютно не играет по правилам, когда Кремль абсолютно ему нельзя доверять его слову, ну, бутырский меморандум. Вот пример, когда Украина, да, отказалась, ты упоминал в начале нахи беседы про бутырский меморандум. Украина отказалась от ядерного оружия. Он чуть ли не единственный прецедент, мне кажется, в истории. Или один из единственных. Говорят, что у Украины не было носителей и так далее. Но это все фигня, потому что Украина могла создать носители, во-первых. Во-вторых, там сам факт наличия оружия ядерного на территории, которое можно подрывать, это уже задерживающий фактор. У Израиля когда-то этот фактор сработал, когда у него не было еще носителей, но сам факт, что они могут подрывать на территории Израиля и половину региона превратить в ядерный пепел, он сыграл важным фактором сдерживающим перед Египтом и так далее. Я бы обратил внимание, обратил бы внимание в качестве комментария по этому поводу, что не только России нельзя верить, потому что подписантами этого меморандума были... Да, Британия и США. Нет, конечно. Конечно, здесь никто не сомневается, просто Британия и США не бомбят Украину. Еще этого нам не хватало. Ну да, здесь не то, что шансов нет, тут уже можно сразу себя хоронить. Можно за голову браться. Да, да. Просто мне часто когда говорят, что там Россия, почему не США, не, ну США понятны. Был бы я иракец какой-нибудь, да, я бы как бы выступал против США, естественно, меня бы бомбили. Но вообще, как бы бомбы на востоке падают и мины, это российские мины, не американские. Вот неделю назад женщина подорвалась на мине и это была российская мина. То есть, будут американские мины, но, видимо, надо будет с вопросами к Америке, да, в том числе. Какого хрена Америка бомбит Украину и закидывает ее минами и так далее. Да, звучит как сюр, звучит как сюр, но мир абсурдный очень. Так вот, и конечном итоге, Будапештский меморандум и так далее, договоренности не соблюдает. То есть, тут находится под боком просто бандит, террорист. То есть, это государство-террорист. Кремль. У меня есть много друзей россиян, хороших, и уверен, что у тебя есть, у всех у нас есть и так далее. государство бандитское, Кремль бандитский, как структура, как империя, это бандитское формирование, не имеющие никакого права на существование жизни. Единственное, что можно желать Кремлю и России, как империи, это развала. Ну, любой адекватный. Я знаю, что адекватные и честные россияне тоже желают развала. Знаешь, для меня в свое время было не то, что открытием, я это как-то знал, но до конца умом не принимал. Потом я задумался, почитав литературу, что Россия, вот как Россия, как политическая традиция, как государственная традиция, никогда не была другой. То есть, никогда никакой демократической России даже близко не существовало. Была историческая развилка, ну, просто если мы заговорили вообще об альдийском государстве, это имеет смысл подчеркнуть. Была историческая развилка в 12-14 веках, когда еще теплилась новгородско-псковская вечевая традиция самоуправления. Но Москва начала с того, что раздавила ее, отправила поход в Киев, который вообще породил когда-то северную ветвь рода Юриковичей. И вот с тех пор она строится на самодержавии, на империализме, на лишении человека любых базовых прав, и никакой другой России не существовало никогда. И правда в том, что если ты являешься либералом, левым активистом, анархистом, демократом в широком понимании слова в России, если ты последователен, ты должен требовать распада этого государственного образования и прекращения существования этой авторитарной, пронизанной вообще всякой имперской дичью политической традиции. То есть я с удовольствием вообще протяну руку дружбы Владимирско-Суздальской республики демократической, которая будет построена на руинах бывшей Российской Федерации. Но пока существует этот монстр, раскинувший свои щупальца на одну шестую часть суши, не только Украина, а вообще все сопредельные государства и в принципе демократия на Евразийском континенте находится под угрозой. Это мое глубокое убеждение. Я думаю, что в нашей политической и военной практике нам нужно иметь в виду, что борьба не окончена, пока вообще эта страна существует в нынешних своих пределах. Я тогда добавлю маленький комментарий здесь, что альтернативная Россия всегда существовала. Это Пугачев, это Синькаразин. Если мы берем окраины империи, это всевозможные кучи восстаний есть, и польские, и восстания, борьба поляков за свою свободу, когда-то империя была российская, в максимальном своем размере. Это и Кормилюк в Украине, и вот это всегда были интеллектуалы, которые начинают пушкин, и Пушкин, Кремлевские, которые вскрывали все гайники кремлевские, и суть этой системы. Ну, естественно, Кропоткин, Бакунин, народовольцы. Россия всегда рождалась, умирала, ее топили. То, что Пушкин назвал бунт, бессмысленный, беспощадный, его всегда топили в крови. То есть альтернативную Россию, которая рождалась, и которая поднималась из недр, ее всегда топили, убивали, забивали обратно туда, в глубины. И она при этом в глубинах там и находится. Будем рассчитывать на то, что она воспрянет оттуда, как Феникс. Ладно, Максим, я был рад с тобой поговорить. Была действительно интересная, как мне кажется. Да, спасибо тебе большое. Поэтому будем на связи, я думаю, с тобой не в последний раз с тобой разговариваем. Да, надеюсь, нашим зрителям было интересно посмотреть это все. И если вдруг будут пожелания по развитию этой темы, комментарии, мы всегда рады почитать, перед дискуссией и вообще рады любому отзыву. Спасибо вам, кто смотрел. Спасибо всем, кто досмотрел наш диалог с Максимом. Любые комментарии, вопросы, пожелания пишите внизу. Постараюсь ответить. Все, всем салют, увидимся. Пока. Гаси. Субтитры создавал DimaTorzok